Что нужно в прохладный день? Правильно, порция жарких новостей. И вот же совпадение, в Универ Ньюс как раз такие. А расскажу о них я, Тимур Камалеев. Они знают сегодня, что нам пригодится завтра. В Казанской Федеральном прошел хакатон для юных программистов. Стать донором просто. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Образование сегодня, начиная детскими садами и заканчивая вузами, шагает рядом с техническим прогрессом. Отсюда множество новых форм обучения. Одна из наиболее эффективных – технология Стим, уже завоевавшая большую часть земного шара. В России на роль Центра по внедрению Стим-образования претендует Казанский Федеральный. Сегодня весь мир испытывает колоссальный дефицит высококвалифицированных инженеров, программистов и технологов. И прежде всего это связано с резким ухудшением качества образования в школах. Стим-образование – та самая палочка-вручалочка, которая призвана решить эту проблему. Его идеология заключается во всестороннем развитии ребенка. Стим-образование наряду с естественными науками, технологией, инженерией и математикой делается акцент на искусстве, а работа строится по проектному принципу. Одним из мировых флагманов Стим-образования является южнокорейская корпорация НЭПИС. Ее руководство на этой неделе побывало в Казанском Федеральном. Мы выступаем за то, чтобы Стим-образование распространилось по всему миру. Поэтому очень рады, что наша технология заинтересовала Казанский Федеральный. Я думаю, ваш университет станет отличным центром по продвижению Стим-образования в России. У вас для этого есть все необходимое. Цифровая эпоха на наших глазах набирает обороты. И невольно задаешься вопросом, как возможно так быстро разработать те самые IT-технологии, без которых уже трудно представить нашу жизнь. Могу подсказать, одной из любимых мастерских для будущих программистов является Хакатон, о котором расскажет Аделя Мухамедшина. Хакатон Казанского Федерального совместно с корпорацией «Самсунг» – это еще одно наглядное представление того, что создание и развитие новшеств не всегда требует много времени. Два дня студенты, магистранты, аспиранты и учащиеся IT-лицея КФУ разрабатывали собственные проекты, которые должны стать еще одним важным шагом в большой мир инноваций. Участники приходят к нам без идей, просто они с большим желанием. В течение часа, во время кофебрейка, они должны были подготовить свои идеи и потом презентовать их перед экспертами. С этого момента, по сути, начинается отчет Хакатона. Несмотря на то, что среди участников есть значительная возрастная разница, все же правила Хакатона для всех равны. Как было отмечено, школьники не уступают познаниям своим старшим конкурентам, и у многих есть большие шансы на победу. Участники готовы рассказать, как будущая программа выберет новый телефон, соответствующий интересам и требованиям пользователя. И о приложении, которое автоматически создаст список нерешенных дел на весь день. Просто все планирующие дня обычно надо вбивать вручную. За счет этого пользователи отталкивают это. А у нас преимущество в том, что мы это делаем за вас, за счет сбора данных. Вот вы часто звоните, отслеживаем ваши звонки. За счет этого мы можем составить график ваших встреч, разных собеседований. У нас посетилось здесь сделать веб-сервис, который помог бы людям выбирать смартфоны лично под себя и под свои предпочтения, при этом абсолютно не сталкиваясь с непонятными для них цифрами вроде PPI, Azov и прочее. Но сейчас мы уже на стадии склейки всего. То есть мы подготовили уже базы данных, у нас готовы все алгоритмы, готовы все данные. Осталось просто все собрать в резину. Несмотря на то, что здесь кипит работа, Хакатон не ограничивается одной лишь мастерской для будущих разработок. Здесь каждому предстоит столкнуться со сложностями и преградами, по итогам решения которых будут определены финалисты. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный посетила исполнительный вице-президент Американской торговой палаты в России Татьяна Рагузина. Она прочитала публичную лекцию на тему «История и современность Американской торговой палаты в России». Но об этом узнаешь в наших следующих выпусках новостей. А сейчас поговорим обо всем из всемирной паутины. Да-да, с тобой Веб-Ньюз. Строительство колеса обозрения вокруг света обойдется ривьере в 200 миллионов рублей. Аттракцион планируют открыть уже в начале июля этого года. Опоры будущего колеса обозрения уже установлены на месте строительства. Татарстанский стрелок Мосин завоевал серебро этапа Кубка мира в Бразилии. Василий Мосин завоевал серебряно-медаль на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Рио-де-Жанейро. В набережных челнах пройдет всероссийский фестиваль граффити. Темой фестиваля выбраны космические дебюты. Тема, выбранная не случайно в 2016 году, исполнилась 55 лет со дня первого полета человека в космос. В одном из наших прошлых выпусков мы уже рассказывали вам о том, что ученые Казанского федерального запустили личинку комара в космос. Так вот, наш крохотный покоритель космоса благополучно вернулся на Землю. А удачный полет вдохновил ученых на целую серию экспериментов. Об одном из них прямо сейчас. Всего несколько лет назад, когда небольшой научный коллектив под руководством Олега Гусева собирался отправить на борт МКС личинок комара-звонца, над учеными не смеялся, только ленивый. А сегодня присоединиться к этому проекту хотят биологи со всего мира. И все потому, что ученым Казанского федерального удалось задуманное. Высушенная личинка не только ожила в космосе, но даже вернулась на Землю и дала потомство. А собратья африканского комара после этого еще трижды побывали на орбите и выходили в открытый космос. Сейчас у нас идет уже, по сути дела, четвертый эксперимент. И в открытом космосе, вот это самое интересное, мы ожидаем от самых последних данных, сейчас только что завершился эксперимент EXPOSE-R. Это совместный эксперимент российского космического агентства и европейского космического агентства. И в рамках него личинки провели около двух с половиной лет в открытом космосе. И, что интересно, часть из них подвергалась воздействию космического утрофиолета. И, в общем-то, очень интересно. Ну, два с половиной года, чтобы вы представляли, это примерно туда и обратно, если взять до Марса, еще останется время. Сегодня, казавшийся поначалу авантюрным, эксперимент с личинками комара-звонца нашел вполне реальное применение. Вооружившись результатами исследований, ученок ИФУ учат уникальной живучести личинок полипедиум в андерпланке, клетки других организмов. И это уже в ближайшей перспективе может решить, к примеру, проблему зависимости биобанков от электроэнергии. Сейчас у нас биоматериалы хранятся либо с помощью консервантов каких-то, либо в замороженном состоянии, в жидком азоте. У этих методов есть свои недостатки. А вот если мы научимся использовать высушивание, которое растения вот уже миллиарды лет используют, и семена у нас смогут лежать годами, а потом мы просто привили к ним воду, и они у нас ожили. Если бы мы научились это использовать для того, чтобы хранить, например, яйцеклетки, какие-то клетки-продукценты каких-то материалов, которые нам нужны, это было бы очень здорово. Мы как раз работаем над этим. И основная модель у нас – это как раз тот самый знаменитый комар из Африки, полипедиум в андерпланке, который это научился делать сам. Несмотря на свои маленькие размеры, личинка комара-звонца скрывает еще очень много секретов и загадок. И ученые КФУ с каждым днем все ближе к их разгадке. Нам интересно в ответ на обезвоживание или на другие стрессы, какие компоненты генетической системы нашего организма активируются, и, соответственно, какие вот эти вот цели, какие потенциальные биомолекулы будут потенциально полезны и хороши для использования на других моделях организма. А для этого нам нужно делать такой слепок работы генов в конкретный момент времени. И вот этот прибор нам позволяет это делать, то есть в настоящее время идет запуск. Он читает огромное количество информации, это терабайты данных. И, к счастью, у нас есть такая литраборатория, в которой мы это можем независимо полностью производить. Стоит отметить, что многие ждали от эксперимента с комаром маленького чуда. Человечество не теряет надежды найти способ доставки астронавтов до отдаленных космических объектов. Но ученые Казанского федерального рассматривают ангидробиозка морозванца лишь как способ удешевить доставку продуктов или биоматериалов для научных целей и не более. Впрочем, состояние анабиоза в КФУ тоже изучается. И здесь уже есть пища для размышлений. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Количество их с каждым годом растет, но дефицит доноров в стране все еще есть. Эту проблему 5 лет назад взялся решить выпускник Казанского университета Руслан Шикуров. Какие плоды дал его проект, узнаешь прямо сейчас. Донор Сёрч – это уникальная социальная сеть. Уже более 5 лет она помогает людям, нуждающимся в донорской крови. Система работает очень просто. Желающий пожертвовать свою кровь регистрируется на сайте и создает анкету. А нуждающиеся в ней оставляют на сервисе запрос и автоматическая рассылка передает информацию всем зарегистрированным участникам. Идея принадлежит выпускнику Химического института Казанского университета. Руслан Шикуров впервые сдал кровь, еще будучи первокурсником, и уже тогда знал, что социальные сети – мощная сила, которую можно использовать в благих целях. Сейчас уже зарегистрировано более 40 тысяч людей, которые сдавали, которые когда-нибудь будут сдавать. Чтобы эти люди объединились на единой площадке и продумать интересные мотивации, что будет стимулировать людей сдавать кровь регулярно, осознанно, безвозмездно. Сервис помог уже более 7 тысячам людям. Всего же в России каждый год в переливании крови нуждаются полтора миллиона человек. Для повышения эффективности проекта Руслан и его команда планируют расширять сеть по всей России и сделать представительство в каждом городе. Соответственно, на потоке поставится понимание, что в каждом городе будет какое-то такое сообщество, в том числе студенческое, где будут рассказывать о важности донорства. Будем выходить на такой момент, где люди просто будут знать, что донорство – это важно, и каждый, как для себя, решит, что готовый быть донором, просто будет этим донором становиться. Диана Вакян, Универньюс. У каждого человека в детстве была мечта о любимой профессии. Кто-то хотел стать врачом, кто-то космонавтом, артистом или футболистом. Мечты всегда сбываются, если искренне желать иметь поддержку от близких. Именно такую поддержку и оказывают детям из дома Рональда Макдональда. 20 панно с фотографиями показывают зрителям о том, как живут и о чем мечтают дети, находившиеся в Республиканской клинической больнице. Основная идея этой выставки – показать, что у каждого ребенка должно быть свое будущее. Открытие благотворительной выставки «Когда я вырасту» состоялось в Институте управления экономики и финансов КФУ. На каждом представленном полотне ребенок превращается именно в того, кем он мечтает стать в будущем. По словам самого фотографа выставки Игоря Заломского, снимать детей, помогая им увидеть свое будущее – одно удовольствие. Над этим проектом работать было на самом деле очень легко. Вот как раз-таки вот это вдохновение, которое было при работе с детьми, и сама идея проекта, она подталкивала работать. Идея проекта заключается в том, что мне лично хотелось показать детям их будущее. И самое главное, что это будущее есть. В роли выросших детей на снимках выступили успешные в своем деле люди. Это полузащитник футбольного клуба «Рубин» Благо Георгиев, нападающий хоккейного клуба «Акбарс» Дмитрий Обухов, фронтмен группы-прогульщики Владимир Жирнов, а также главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев. Очень много детей, которые получают лечение у нас в клинике. Некоторые, конечно же, быстро выздоравливают, но некоторые лечатся долго, длительно, даже до 10 месяцев. Они проживают у нас с мамами. Но вот благодаря гостинице, социальной гостинице, дом Роналда Макдоналда, у нас есть возможность размещать там и отца, и папу, и близких родственников. И ребенок находится в кругу семьи, и благодаря этому мы можем уже говорить о том, что максимально мы приближаем комфортные условия для ребенка во время получения лечения. Фотовыставка еще около месяца будет доступна для просмотра. Она не только приятно украшает холл учебного здания КФУ, но и вдохновляет на различные добрые дела. Фотографии действительно очень проникновенны. Они способны достать до глубины души. Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Продолжение следует...